В данном случае мы находимся на территории ДВД И к нам вышел зам Как его зовут? Забыл уже Руслан Руслан, да Суть его слов я хочу сейчас процитировать То, что в городе Алма-Ате возбуждено на ряда лиц уголовное дело по статье 405 За поддержку идеологии ДВК И вот что хотелось бы подчеркнуть в данном случае Мы с него несколько раз требовали именно подчеркнуть это слово за идею ДВК И вот я теперь хотел бы процитировать пятую статью Конституции В которой в черно-по-белому написано следующее В республике Казахстан признаются идеологическое и политическое многообразие Не допускается Ну ладно, это дальше уже не интересно Вот самое главное это в республике Казахстан признается идеологическое Я подчеркиваю это слово Идеологическое и политическое многообразие То, что ДВК признана экстремистской организацией Но идеологию запретить в данном случае Они не могут Это идеология В данном случае нарушается пятая статья Конституции И к нам применяет 405-ю статью Абсолютно нарушая все законы республики Казахстан Вот еще раз То, что касается нарушения наших прав И это причем происходит уже повсеместно В городе Чингенке Также сейчас преследуются гражданские активисты Которые распространяли буклеты Я вот сейчас вот даже хочу показать этот буклет Который мы сейчас пытаемся распространять В городе Алматы И в других городах республики Казахстан Вот он На, подержи, пожалуйста Вот я хочу внимательно всем показать Вот это буклет Который мы сейчас пытаемся распространять И вот в городе Чингенке Сейчас вот преследуют гражданских активистов Конкретно за что? Это статьи Конституции Республики Казахстан Наше желание Наше, как бы Наше право Мы хотим, чтобы каждый человек Каждый гражданин Республики Казахстан Знал свои права И по этой причине мы начали распространять Сейчас вот эти буклеты Где прописаны статьи Конституции Они не искажены В прямом, как говорится Вот как написано в книге наши законы Так же и здесь Первая статья Конституции Республика Казахстан утверждает себя Демократическим, светским, правовым Социальным государством Высшими ценностями которого Является человек Его жизнь Права и свободы В данном случае Первую статью Конституции Наше государство опять-таки нарушает Не дает права распространять эти буклеты Задерживает людей Преследует И уже третий день Их дергают так же самое В РУВД В ДВД И их преследуют сейчас Натуральным способом И вот теперь Двадцатая статья Конституции Где опять-таки прописаны наши права Свобода слова и творчества Гарантируется Цензура запрещается Каждый имеет право Свободно получать И распространять информацию Любым незапрещенным Законным способом Это все вот здесь вот прописано За что конкретно сейчас вот Преследуют тех людей Которые распространяют эти буклеты Гражданам Республик Казахстан Мы бы хотели написать сейчас Коллективное заявление На тех оперативников Которые сейчас возбуждают Или пытаются возбуждать Уголовные дела На гражданских активистов Которые пытаются В большей степени Занимаются это тем Чтобы просвещением Да так скажем Именно чтобы граждане Республик Казахстан Знали свои права Конституцию Республик Казахстан За это нас сейчас преследуют Нас сейчас вот возбуждает Уголовное дело По 405 статье За то что мы вышли В прямой эфир С Мухтаром Облязовым В день когда освободился Мухтар Жакишев Это опять таки Входит в рамки 20 статьи Конституции Права Каждый из нас Имеет право На свободу слова Опять таки 20 статья Конституции Нарушается Вот сейчас Вот Джасара Лага Может тоже добавит Кискаша, нискаша Казақша Казахстан 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 Казахстан